Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу рассказать о том, как себе собрал временную мойку. Стоимость ее вышла 2712 рублей. Можно было еще сэкономить на сифоне, но я, как говорится, брал по факту то, что предлагалась флюра. Какие сложности были и вообще, что получилось, посмотрите, пожалуйста, в этом видео сюжете. Не забудьте порадовать лайком, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения! Итак, флюрашки. Самый дешевый вариант собираем, друзья. Вот такой смеситель для кухни Мария. Очень хорошие на него отзывы. 360 рублей. Люди говорят, пользуются на датчах, везде, где только можно. Единственное, 0,1 мегапаскалит давление, поэтому сильно много на него не подключайте. Для временного использования вполне себе пойдет. Будете уходить, используете, как говорится, выключение воды. Мойка. Смотрите, вот так вот. 552 рубля. Стоимость. Вот так вот она выглядит. 50 на 50. И рядышком к ней стоит тумба под мойку шириной. 50 на 50. То есть полноценная будет мойка под это. Вообще, надо даже не придраться, как говорится. Тем более, мы хотим использовать дольше. То 1294 плюс 552 и 360 краник. Вот так вот выглядит эта мойка. Вот с левой стороны висит. Осталось нам найти еще смесителю, подводку гибкую, потому что там она не входит. И нужен под мойку, собственно, самый дешевый у нас сифон. И будет все готово. 327 рублей. Универсальный динамик сифон. Вот этот за 600. Это на 2. То есть двойная мойка. Вот так вот он выглядит. Собственно, его и берем. Вот такая вот вещь еще нужна. Причем в двух экземплярах. Одна стоит 181. Посмотрим, может, найдем дешевле. 362 рубля. Я нашел еще дешевле. Вот на 90-ю моечку. Но он пластик, правда. Не металл. Пластик. Но мне кажется, для временного использования вполне себе. Вот 284 рубля. Так что можно заменить. Шланги я тоже нашел другого немножко вида. 60 сантиметров. И стоимость у них будет. Вот у них 87 рублей. То есть вот так меня устраивает гораздо больше. Эта цена. Два штуки за 160. За 174 возьму. Так вот этого соединения мне, получается, не хватило. В том сифоне из-за него приехал в гипермаркет лайт. Но здесь можно было гибкий сифон купить. Вот за 96 рублей. То есть вот так вот цепляется. Получается водяной запор. То есть и сэкономить можно было еще одну. Я уже взял сифон, в котором мне оказалось нужных мне деталей. В общем, отправляемся обратно собирать. На это соединение 48 рублей. Больше бензина сжег, чтобы сюда-то ехать. Вот так вот можно было здесь, кстати, выборку взять и в лате купить. Возможно, вот именно подключение. Вот даже подешевле, чем в люра. Собственно, вот так вот на стене в кухне выглядит подключение кранов, канализации. Это под стиральную машинку. Там сифончик специально сделан, чтобы запаха не было. Под посудомоечную машинку и водичка под нее. То есть она сейчас заглушена. И два крана Bugatti, которые были прикуплены. Здесь, получается, вот как раз-таки поднутри скавшечки собрал. Вот этой вот части не было. Так бы еще вчера ночью запустил со шланг и взял длинноватый. Но длиннее не короче. Потом уже будем брать нормальные. Ведь это мойка даже с шумоизоляцией. Главный момент это датчик протечки. Если вдруг водичка даже, ну, кран не справится, что-то порвется, то обязательно сработает датчик протечки и перекроет воду. Вот это все выглядит. Вот она мойка. С нее, кстати, надо снимать пленку. Даже мне интересно. Сейчас будем первый раз запускать. И вот она подключение все сзади. Все идеально. Ну что, проверка у меня уже была. Холодная, горячая, горячая, холодная. Вот так вот, за такие небольшие денежки можно собрать, в принципе, хороший модуль, честно. И потом его можно будет продать. Либо использовать уже непосредственно, не знаю, где-нибудь. Может, когда-нибудь там гараж появится. Либо дача. Ну, это все мелочи. Ну, очень хорошо выглядит. И действительно, раньше все такими мойками пользовались. Они не считались самыми дешманскими. То есть, а вот теперь это самый бюджетный вариант, который только возможно. Так что, ребятки, пользуйтесь. Вот такой небольшой лайфхак. Надеюсь, что было полезно. Пишите ваши комментарии, как вам.